Всем привет, это я Дима Яракалов и Борода Ньюс. На прошлой неделе в КХЛ появилась новая столица и мы обязательно найдем ее сегодня на карте. А вы ставьте лайки, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Погнали! Еще никогда Омск не видел Кубок Гагарина. Впервые подмосковная команда стала чемпионом. Клуб без определенного места жительства сильнейший в КХЛ. Все это про авангард, который взял и грохнул ЦСКА с его правильной системой, бабками Роснефти и покровительством самого премьера Мишустина. В КХЛ новый чемпион. Именно поэтому победа авангарда это победа не только авангарда, но и потолка зарплат, более-менее творческого хоккея и искренности. Просто посмотрите, как той ночью гулял Омск. Москва бы чемпионства ЦСКА просто бы не заметила. Мы бы даже назвали авангард народной командой. Тем более, что когда-то клуб из Омска назывался Спартаком. Но в целом против. По вопросам россиян, самой популярной хоккейной командой страны является ЦСКА. Авангард живой пример того, как в мемах иногда врут. Покинуть Омск иногда все-таки можно. И можно даже что-то выиграть. Но можно ли вернуться в нефты, когда привык к глянцевой столичной жизни? Появите ли в сибирский город красавица ведущая Зухра, топ-менеджер Крылов и звезды масштаба Ковальчука? Все это мы узнаем уже через год, когда авангард вернется на вновь построенную арену Омск. Ну а пока празднуйте и ни о чем не думайте. Главный хайлайт финала, конечно, те самые три блокшота Дамира Шарибзянова на Максиме Шолунове в решающем меньшинстве. Лучшего снайпера плей-офф защихлил человек-блок и настоящий терминатор без страха и боли. Настоящее воплощение этого авангарда. Но MVP этого розыгрыша Кубка Гагарина все-таки не Шарибзянов, а Сергей Толчинский. Нападающий ЦСКА весь плей-офф кому-то что-то доказывал. В первом раунде против автомобилиста Биллу Питерсу, который когда-то не замечал его в Каролине. В серии с магниткой своему корешу Николаю Голдобину. Но в финале родной команде. Прошлой весной ЦСКА не стал исполнять хотелки Толчинского. Президент армейцев Игорь Исмантович публично ляпнул, что форвард не стоит тех 50 миллионов, которые просят у ЦСКА. Спустя год Толчинский похоронил ЦСКА золотым голом. А потом исполнил уже легендарный ход конем на Е5. Когда воспитанник ЦСКА публично призывает вступить в половой акт с символами армейского клуба, это всегда событие неординарное. Фанаты ЦСКА, разумеется, сразу начали проклинать Толчинского и действительно он не прав. Но давайте поймем эмоции парня, которого где-то до 25 лет недооценивали и браковали по всем фронтам. Мол, и мелкий ты, и не кубковый. Да и к тому же Толчинский выпил к тому моменту из Кубка Гагарина почти столько же, сколько Овечкин из Кубка Стэнди. Ну, не рассчитал. Только-только отгремели чемпионские тусовки, как из авангарда побежали игроки. Каждый по своим причинам, со своими мотивами, но самый скандальный эпизод связан с Егором Ченаховым. Он стал причиной крупномасштабной войны между клубом-чемпионом и агентом Шуми Бабаевым, который и увез омскую кровиночку в чужеземный Коламбус. Агент сгущает краски и рассказывает, что парня, который попал на карантин, кроме Хартли, никто толком и не поздравил с чемпионством и даже медаль за победу в Кубке Гагарина не отложили. Что уж тут говорить о попытках оставить нападающего в России. Авангард, конечно, идет к контратаку и уверяет, что контракт с Ченаховым предлагали еще в марте. А уезжая в НХЛ, он совершает ошибку. Точнее, за него эту ошибку совершает агент. Кто прав в этой истории, мы с вами вряд ли узнаем. Но самая большая глупость думать, что агенты это и есть то самое вселенское зло. Якобы без них на планете воцарится мир и коммунизм. Хоккеисты начнут думать своей головой. Чтобы запудрить им мозги, всегда будут рядом сумасшедшие родители, алчные жены и сомнительные друзья. Если вы хотя бы немного интересуетесь молодежным хоккеем, то наверняка уже слышали о парне по фамилии Мечков. Наверное, впервые о хоккеисте в России заговорили как о будущей суперзвезде всего 15 лет. Это в Канаде совершенно нормально, что Кросби и Макдэвид еще сидели за партами, а из них уже лепили иконы. У нас же ко всем относятся с подозрением. Круче сверстников? Переписанный? А тебе много говорят? Распиаренный? Вот и Мечкова смотрели из-под лобби. Ну, очередной любимчик Рутенберга. И одно дело бить рекорды Кучерова молодежной хоккейной лиги и совсем другое понужать всех на юниорском чемпионате мира и бросать перчатку самому Овечкину. Мечков уже побил один его рекорд, став самым молодым автором покера в истории юниорских сборных России. А по два хэт-трика за турнир оформляли всего трое. Овечкин, Ковальчук и Мечков. И вот уже дрожит осиновым листом главный рекорд Овечкина. В 2002 году еще не капитан Вашингтона и не первый номер драфта Энхелл, а пацан из московского Динамо наколотил 14 шайб за 8 матчей на ЮЧМ. У Мечкова уже девять в четырех играх и он не просто машина по заколачиванию голов. Матвей выпендривается лакроссом, кладет из-под ноги и разве что силой мысли не забивает. Вот так бы в финале. Как вы уже поняли, это была сверх насыщенная неделя. Под шумок чемпионства авангарда Кахелл таки узаконило аренду. То, что для футбола считается вполне привычным инструментом, для нашего хоккея нечто страшное и неприглядное. Есть мнение, что с легализацией аренды расслоение в нашей лиге на бедных и богатых станет еще более явным и критическим. Не зря же эту реформу продвигали именно олигархи. Но параллельно с этой реформой Кахелл пытается изжить скрытую аренду, о которой многие годы старались не говорить, да и не замечать. Теперь вернуть игрока в клуб можно будет только через полтора года, а отдать в легальную аренду получится только по правилу не больше двух игроков в одни руки. Как же теперь будут жить Сочи и другие неофициальные фармклубы СК? Кажется, что против них-то и развернули войну. А еще 1 мая открылся рынок свободных агентов. Открылся без больших неожиданностей и громких сделок. Разве что слишком много игроков покинули Акбарс, играет в мускулу Миска, но интереснее всего новый поворот в карьере Ильи Ковальчука. Кови выиграл кубок, Кови может уходить. Но куда? Новая поездка за мечтой, то есть за кубком Стэнли, выглядит хоть и красиво, но наивно и опрометчиво. А вот возвращение в Спартак спустя 20 лет, это куда более приземленно, но от этого не менее сильно. На этом все, с вами был я Дима Яркалов и Борода Ньюз. Если вам стало чего-то грустно, просто представьте себя мечом. Они-то сейчас точно самые счастливые люди на планете. И даже если вы амич, ставь лайк и жми колокольчик. Аривидерчи!